Слово В мире существует масса разных версий христианства, и есть смысл задаться одним вопросом. У нас, у христиан, часто бывают разные мнения. Так вот, в чем мы можем друг с другом не соглашаться, оставаясь при этом христианами? А какое несогласие, какой случай несогласия означает, что кто-то из не соглашающихся друг с другом окажется не христианином? Часто мы не соглашаемся и спорим по поводу крещения. Кого можно крестить и как крестить? Можно не соглашаться о роли пророчества или о форме управления церковью. Можно не соглашаться по поводу роли особых даров Святого Духа. Можно не соглашаться по поводу роли Бога и человека в спасении. Есть такая латинская фраза, такое латинское выражение. Звучит оно так, sine qua non. Переводится, без этого ничего, без этого невозможно. 150 лет назад, Spurgeon, the great London Baptist, who was the greatest man ever to preach in English, he addressed the question, what is the sine qua non of salvation? That is, what is the thing that if you take it away, you're no longer saved, you're no longer a Christian, if you don't agree on that? Так вот, 150 лет назад величайший проповедник англоязычного мира, Charles Spurgeon, задался как раз этим вопросом. В чем состоит sine qua non? В чем состоит неотъемлемая часть спасения? Что в учении о спасении, что в христианском вероучении неотъемлемо, без чего оно не может существовать? Spurgeon concluded that the sine qua non of Christianity is the doctrine of the substitutionary atonement, that Jesus of Nazareth, the sinless son of God, died an atoning death for sinners, died as a substitute, died in the sinner's place. Чарльз Спурджин пришел к выводу о том, что sine qua non христианство, это как раз и есть учение о заместительной жертве, что Иисус Христос из Назарета, что Иисус Христос, Сын Божий, принял смерть вместо грешника, принял смерть за грешника. And Spurgeon says, and I say, that if you lose that doctrine, you lose everything. If you don't believe that, you're not a Christian. Christianity is gone. That's what Christianity is, the doctrine of the substitutionary atonement of Christ. Согласно Spurgeon, и я тоже согласен с этим утверждением и повторяю его, без учения о заместительной жертве нет христианства. Потеряешь учение о заместительной жертве Иисуса Христа, потеряешь христианство. Now, that's what's being played out in verse 8. Jesus says, take me and let these others go. Kill me, so they can live. Именно заместительная жертва разыгрывается на практике, осуществляется на практике или предвкушается на практике в 8 стихе. Иисус говорит, возьмите меня, отпустите же их. Смотрите, как это отличается от реакции Адама и Евы в Эдемском саду. Да, Ева-то ведь говорила, да это не я, это все змея виноват. Адам говорит, да это тоже не я, это все жена виновата. Ну и, кстати говоря, а жена-то откуда? Кто мне дал эту жену? Он тоже в некотором смысле виноват. Симон Петр извлекает меч. А мы читаем в 10 стихе. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил перевосвященнического раба. Понятно, что хотел он отсечь ему не ухо, хотел он отсечь ему голову. Но отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Иоанн говорит о том, как Иисус укоряет Петра, но при этом Иоанн ничего не говорит об исцелении. Из других Евангелий мы знаем, что Иисус исцелил Малха. Кстати говоря, это и было последнее чудо Иисуса Христа на пути к Кресту. Он исцелил одного из тех, кто пришли его арестовывать. Задумайтесь об этом. Последние чудеса Иисуса Христа совершались для неверующих. Сказав в горнице, один из вас предаст меня, Иисус совершил чудо. Иисус читал мысли Иуды. Но кроме Иуды никто не знал, что в данный момент совершается чудо. Никто, кроме неверующего человека, Иуды. В Гефсиманском саду было темно. Далеко не все могли увидеть, каким образом и как именно Петр ранил Малха. Но Малх точно знал. Он знал, как было больно. Он видел, сколько истекло крови. Он знал, что ухо у него было отрезано, отрублено. И только он знал, что ухо приросло. Приросло внезапно. Что боль прекратилась так же резко, так же вдруг, как и началась. Только Малх мог оценить чудо во всем его величии. Но Малх при этом был неверующим. Я, честно говоря, очень-очень надеюсь увидеть Малха в небесах. Ведь не мог он об этом забыть. Ведь не мог он от этого отвернуться. Не мог же он не понять всего того, что проистекает, всего того, что следует из этого чуда, сотворенного Иисуса. Обращаясь к Петру, Иисус говорит, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Служители иудейские, тысяченачальник был римским. А иудеи и римляне действуют вместе для того, чтобы связать и увезти Сына Божия. Через сколько же судов, через сколько судебных разбирательств прошел в ту ночь Иисус? Можно насчитать до семи таких судов? Я насчитываю все-таки пять судов. Два суда, или два разбирательства у иудеев в Синедрионе, два разбирательства перед Пилатом, и одно перед Иродом. Об этом разбирательстве говорит только евангелист Лука. Пять разбирательств, пять судов, пять ран, две на руках, две на ногах, одна рана в бок Иисуса. Санедрион был доминирован партой, называемой Саддустей. Это были Саддустей, которые прошли в офисе высокоприста. Аннас был высокоприста, главный прист, сейчас его сын-то, Каиафас, был высокоприста. Они – два присты, которые названы в Синедрионе. Итак, в Синедрионе председательствовали, руководили, заправляли Саддукеи. Именно из Саддукеев были первосвященники. Раньше первосвященником был Анна, сейчас первосвященником стал его родственник Каиафа. Сначала Господа нашего ведут к первосвященнику, к бывшему первосвященнику Анне. По большому счету, Иерусалим был городом достаточно маленьким. И из пятнадцатого стиха мы видим, что первосвященник знал, кто такой Петр. Петр старается быть как можно ближе к Иисусу и входит во двор первосвященника. И в семнадцатом стихе служанка говорит, «Я знаю тебя, я знаю, что ты был с Иисусом», и Петр отрицает. В восемнадцатом стихе упоминается деталь, которая показывает, что Иоанн был свидетелем происходящего. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. И так бывший первосвященник допрашивает Иисуса. И Иисус отвечает ему, говоря о том, что «Я проповедовал прилюдно. Все, что я говорил, я повторял много раз при большом стечении народа. Нет смысла допрашивать меня, я все уже говорил». Тогда один из рядом стоящих ударяет Иисуса по лицу и говорит, «Какое право ты имеешь? Как ты осмеливаешься, так говорит первосвященникам». Тогда Анна, тесть Каиафы, посылает его к Каиафе, теперь уже действующему первосвященнику. И тогда Петр, стоявший у ворот, снова отрекается от Христа. Потом его спрашивают третий раз, и Петр в третий раз отрицает, что знает Господа. Об этом нужно поговорить. Сначала нужно разобраться в том, что происходит в духовном плане, и что может произойти и с нами. Читая параллельные повествования в других Евангелиях, мы видим, что Иисус считает себя выше других учеников. Он говорит, «Даже если прочие, даже если остальные, даже если вот эти оставят, покинут тебя, я тебя не покину». Более того, Петр затеял драку, пытался защититься, физически защититься, защититься мечом в Гефсиманском саду. Now, Peter had actually already fallen when he assumed that he was more faithful to the Lord than the other disciples were. And that's really the key to the questions which the Lord asks him in chapter 21. Понимаете, падение Петра началось еще давно и совершилось еще давно, еще тогда, когда он вообразил себя лучше, чем другие ученики. Именно это важно понять для того, чтобы разобраться в смысле вопросов, которые задает ему Иисус в 21 главе Евангелия Теана. Гилберт Честертон, известный британский писатель, по вероисповеданию христианин, католик, сказал так. Илиада, Гомера, стала такой известной, стала классикой мировой литературы, потому что вся жизнь – борьба. И Честертон совершенно прав. Вся жизнь – борьба. Одна битва сменяется другой. Но важно ни в коем случае не биться за себя. Важно биться, сражаться в войске Божьем. Помните, как Обигея встретилась впервые с Давидом, и она сказала Давиде, что вот тот, кто сражается, вот тот, кто ведет Божью битву. Господь даст вам все необходимое, все средства, все силы для того, чтобы вести Божью битву. Его битвы ведутся Его оружием. Об этом говорится неоднократно. Если будете биться за себя, вести собственную битву, то особых дополнительных средств, дополнительной энергии, дополнительной силы не получите. А Петр все свои силы положил на хвастовство, на то, чтобы похвастаться тем, как он никогда не покинел Господа. Петр положил свои силы на то, чтобы вступить в поединок с римскими солдатами. А когда пришла настоящая битва, когда пришло настоящее противостояние, Петр вдруг понял, что нет у него ни сил, ни желания, ни возможности противостоять даже вопросу служанки. Ведите Божью битву. Участвуйте в Божьей битве и только в Божьей битве. Но это еще не все. Чем поступок Петра отличается от поступка Иуды? Чем отречение отличается от предательства? Петр приходится признать, что на протяжении некоторого времени, в тот страшный четверг, Петр немногим отличался от Иуды. Но все же есть отличия, есть различия между отречением и предательством. Что Джудас сказал и сделал, был правильный индекс его характера. Слова и дела Иуды стали подлинным показателем, подлинным проявлением его сущности. Он и вправду, деньги любил больше, чем Господа. И, как говорит нам Иоанн в 12 главе, он ведь всю жизнь воровал из сокровищницы. Так что его действия, когда он продал Господа за серебро, полностью точно соответствовали его природе, его сущности. Поступок же Петра не отражает его сущность. Потому что Петр и вправду знал Господа. Петр был настоящим учеником Господнем. И хотел Петр служить Господу и служиться Господу, но в тот момент его объял страх. Давайте помнить о том, что страх может иметь большую силу. Воин, даже когда проходит обучение, когда проходят сборы, не может знать, не может предсказать, как он будет вести себя, попав под огонь противника. Есть солдаты, которые приполняются страхом, и которые, увидев вражеский огонь, увидев неприятелей, просто убегают. Надо молиться, и нам необходимо молиться, чтобы в главный час, час испытания, мы оказались верны, мы оказались тверды, чтобы мы могли не только удержать свою позицию, но и наступать вперед. Образовательный ресурс в видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Второе отличие заключается в том, что предательство оказалось вечным, а отречение – временным. Кто-то может сказать, ну как же, но ведь Иуда покаялся, помните, как ему плохо было, и как он пытался деньги вернуть. Нет, не покаялся Иуда. Между подлинным раскаянием и простым сожалением – большая разница. В Священном Писании немало примеров ложного покаяния, которое, по большому счету, всего лишь человеческое сожаление о соделанном. Реморс – это жрец, для того, что моего греха мне costит. Репентация – это жрец, для того, что моего греха мне costит Бога. И разница вот в чем. Сожаление о грехе – это неприятное ощущение из-за того, какие неприятности я причинил себе, как неприятные последствия моего греха самому мне, то есть как мне придется платить за свой грех. Покаяние, раскаяние приходит тогда, когда мы понимаем, как оскорбляем своим грехом Бога. Исаф, Саул и Иуда неоднократно сожалели, неоднократно переживали о своих грехах. Петр же прошел через подлинное раскаяние. У Иуды был собственный замысел спасения. Он решил сам, своим путем, своими средствами искупить свой грех, возвратив деньги убийцам Иисуса Христа и совершив суд над собой, наказав самого себя. Понимаете, невозможно искупить грех, наказав самого себя. Грех можно искупить только, уповая на Иисуса Христа, приходя к Иисусу Христу, который понес смерть, принес себя в жертву за наш грех. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова